Мы выезжаем из Измира и едем в одно очень классное место, которое называется Карабарун. Моё любимое место для купания близ Измина. Мы любим Карабарун за то, что там очень спокойно, спокойно и невероятно красиво, потому что он немножко далековато находится от Измира. В целом, можно где-то до ближайших классных пляжей доехать из города за час. До Карабаруна нужно ехать примерно пару часов. И мы сейчас туда отправляемся. Заправились и едем в путь. Кстати, кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, живу в турецком городе Измир. Ну, а вы смотрите канал Turkey in Life. Подписывайтесь также на мой инстаграм, ссылочка на него находится в описании под видео. Ну, а мы движемся в путь. У нас в этот раз много, у нас приехали друзья, и мы едем аж вчетвером отдыхать в эти выходные. Благодаря тому, что на Игейском побережье сплошные горы, которые вдаются в море, здесь везде очень красивые бухточки. И вот Карабурун – это одно из таких мест. Это местечко, которое называется Алманкой. или, проще говоря, немецкая бухта. Здесь очень красиво. Немножко место такое дикое, поэтому приходится пробираться вот через такие заросли. Ребята приехали из Стамбула, вот, и мы им показываем на Ошейге. На самом деле, мало кто знает про эти места, поэтому здесь обычно практически не бывает народу. Смотрите, какие здесь камни белоснежные. Пейзажи как будто бы просто неземные. Там вот камни потемнели от воды, скорее всего, от волн. А вот здесь прямо белое. И море. Невероятное, лазурное. Спросим у ребят, как им здесь? Айди, Сойлин, насыл безым Алманкой. Арика. Арика. Спасибо. Спасибо. Мне вот реально интересно, как образовались эти камни. Кстати, Эгей, это сона активных землетрясений. И вот эти все бухты как раз таки сформировались благодаря таким вот катаклизмам. То есть вот этой... За эту красоту мы обязаны землетрясением. Приехали. Наше любимое место. Нам очень повезло сегодня. Вообще практически никого нет. Посмотрите, шезлонги все свободные. Мы заранее забронировали себе шезлонги. Точнее, вот такие подушки. Раньше здесь был дайвинг-клуб. А теперь нет. Прям обидно даже. Кстати, это место вы можете найти по названию вот этого пансиона. Здесь также есть ресторан. И можно заказать что-то и поесть. Даже есть кальмары, например. Ну, цены здесь немножечко выше среднего, я скажу, да. Там дороже, чем в той же почве, где мы частенько бываем. Но это место того стоит. Смотрите. Если нужно поподробнее узнать цены. Останавливайте. Смотрите. Хотя, в принципе, коктейль такие же, как в Измире, на коктейли цены в барах. Так что вполне прилично. Пис-пис-пис. Пис-пис-пис. Посмотрите. Это, походу, дело одна из прошлогодних котяток, выросшая. Здесь вот такой пляж очень маленький. На самом деле в Карабуруне есть и побольше пляжа, но нравится нам именно здесь потому, что вот так вот спокойно. Сегодня небольшие волны, поэтому у берега вода грязноватенькая. Но если заплыть вот туда, там видимость просто невероятная. Такая чистота. Ну и вот как выглядит с этой стороны. Сам пляжик. И вот там кафе. Заказала себе лимонадик. Одно удовольствие вот с таким видом на море. Обязательный наш атрибут, если мы приезжаем в Карабуруне, то вот эти наши маски. Это маска мужа, это моя. Очень крутые. В декатлоне покупали. С ними плавать, смотреть на море. Вот просто потрясающе. Музыка. 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 С льдом. Даним. Эвет. Экмек йог? Йог. Экмек йог. Я заказала сосиску на мангале. Здесь какие-то особые домашние сосиски. Мы в прошлом году ели. Сейчас попробуем, будет ли вкусно сейчас. Подменили. В прошлом году были совсем другие сосиски. Полень. Я пожаловала, что мне не понравилась сосиска. И мне принесли дополнительную порцию картошки в пи. Вечером моречка совсем разбушевалась. Это к нам отголоски истамбульской погоды. У нас там на завтра гроза. Ну что, вот такой вот у нас получился выходной. На самом деле мы очень любим Карабуру. Это вот место моего сердца. Кстати, Карабуру называют потерянным раем. И мне кажется, он соответствует своему названию. Ну а я буду на этом с вами прощаться. Если вам видео понравилось, буду рада вашим лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока.